Перед началом данного видеоролика я хочу, чтобы выписались на мой Телеграм-канал, ибо там сейчас больше всего у меня проявляется актив. Ссылка будет в описании. Как я вообще додумался до такого? На самом деле, эта идея пришла ко мне в голову, когда я ещё играл в Ultimate Custom Night. А вспомнил я о ней только сегодня. Сама рубрика мне приглянулась в GD Shrideskunt Channel, где он проходил экстрим демоны за один день. Судя этой рубрики, пройти полностью уровень за один день. И вот вдохновившись данной рубрикой, я захотел попробовать совместиться с игрой Five Nights at Freddy's. Игре на данный момент уже почти 10 лет. 10 лет, Карл! Ещё неделю назад я уже хотел начинать свой челлендж. У случилась такая странная штука. Когда я запустил FNAF, то он почему-то не хотел принимать разрешение моего монитора, то бишь 1600 на 900 пикселей. Я пытался решить эту проблему, но ничего не получалось. Я уже понимал, что у меня ничего, скорее всего, и не выйдет. После чего я бросил эту игру и решил взять что-нибудь другое. Но потом, когда я захотел просто по фаун запустить FNAF, она у меня запустилась, чему я был, конечно же, рад. После чего начал готовиться, чтобы подык... Фу, бля. Мне показалось, что у меня запись не идёт. Что нафиг вообще? Приветствия я не стал записывать. Типа, всем привет, с вами Элси и так далее. Потому что я не вижу смысла тратить время на приветствие. И к тому же, что изменится от того, что ты не поздоровался? Типа, тебя все отпишутся, обидуются, никто не будет смотреть тебя, что ли? Я считаю, что не стоит тратить время на одно лишь приветствие. Короче, сегодня я хочу пройти весь FNAF за одно видео. Вот тут я конкретно обосрался, когда сказал, что хочу пройти весь FNAF за одно видео. Это очень страшная ошибка, потому что весь FNAF за одно видео пройти невозможно. У меня морально не хватит терпения и нервов, чтобы сидеть вот так вот и задротить этот FNAF. Максимум я смогу его пройти либо за один день, либо за два дня. Я же прошел его за два дня, поэтому видео называется FNAF за один день. Так, сейчас будет первая ночь, мы ее скипнем, наверное. О-оу. А скипнуть-то не получится. Вот тут хочу подметить, что у меня была, походу, оригинальная версия FNAF, без вот этого вот чит-кода и так далее, который помогает скипнуть ночь. И получается, что это честное прохождение FNAF за всю историю. То есть, если я, допустим, обычно проходил FNAF нечестно, то есть скипал ночь и так далее. В одном из своих очень древних прохождений, когда у меня кончилась энергия и был конец близок, я просто случайно скипнул ночь на клавиатуре. И получилось так, что я прошел нечестно эту ночь. Ну правильно, я же не скачивал, я сковнику там торренты и так далее. Зачем тут читы нужны? 58% в 20 часа ночи. А первая ночь вообще скучная. Первая ночь самая скучная. Вот когда ты не знаешь, допустим, что да как во FNAF делать, тогда первая ночь тебе поможет. Ну а для FNAF, который с 2015 года играет во FNAF, это... Боже, сохрани упасти, ну реально. Уже все давно забыли, что такое FNAF. Все забыли, наверное, как Винди проходил FNAF, как Купленон проходил FNAF. Уже все забыли это, наверное. Бонни, что тебе здесь не нравится? Какой маленький, хорошенький кроличек, кроличоночек. Чика уже на это с оттого и вкушла. Прокормить своих деточек. Ну опять же, я не знаю вообще. Какая же долгая эта первая ночь. Здорово. Вы меня все кинули. Наконец-то. Я думал, я уже не доживу до этого момента. Это самая долгая ночь, которая проходила когда-либо. Не знаю, смогу ли я шестую пройти или только до пятой. Наверное, будет разумнее до пятой, потому что шестую я вряд ли пройду. Хотя не, шест... Не, наверное, я не смогу пройти пятую. Кромки не дам, пошел отсюда. У вас мех очень пушистый, спору нет. Но нахрена вы мне камеры закрываете? Скажи мне, скажите мне. Пиво несешь? Молодец. Я не пью пиво. А пиво мне нужно, чтобы заправлять вот эту вот за уху. Я сейчас чуть не обосрался. Спасибо камерам, блин. Точнее мышки. Я ее вроде бы не трогал, у меня курсор двинулся и закрыл камеры. Зачем так? У меня курсор, блин, двинулся самостоятельно. Вы в курсе вообще или нет? Я вроде бы ничего особо-то и не делал. Куда-то у меня исчезли почти все проценты. Вся зарядка куда-то исчезла. Вот знаете, вот кто смотрит на Флея, помнит такой видос, когда была такая фан-игра со Спрингбони, который нажрался до ожирения и не владил в двери. А потом, когда он смотрел на это, через дверь или куда он там смотрел на ФНАФ Лэя, он что-то там сказал, то ли заткнись, то ли еще что-то. Круто. А ФНАФ Лэй посчитал это за матерки. А, ты срать идешь. Ладно, не буду мешать. Вот я не пойму, почему он посчитал заткнись за мат. О, Фоксям проснулся. Доброе утро. Вот давайте без вот этого, ради бога. Главное, сейчас бы Фокси не ломанулся бы. Куда он делся? Че ты за... Че у тебя за привычка такая? Блин! Еб***ь камеры! Кто чувствует, когда камера страшнее всего ФНАФа? Куда он делся? Вот он. Че у тебя за привычка такая долбанутая? С одной камеры на другую перебегать. Зачем? Давай ко мне в офис сразу. Че ты? Приму, обогрею, согрею. Все, я для тебя, родной. Еб***ь в рот. А, да? А я как-то даже и не подумал об этом. Ну ладно, в принципе. Дайте кто-нибудь зарядку, пожалуйста. Мне срочно надо. У меня сейчас энергия пропадет. Федор мне свои вьетнамские истории будет рассказывать. Неинтересные. Еще вьетнамскую гранату вздарвет, не дай бог. Ах, срать я хотел на все. Чао какао. Ну давай, Федор, расскажи мне пару вьетнамских историй и притч. Либо же твои эти любимые приключения Вьетнама. Давай, я готов послушать. Идет, идет. А, он с левой стороны, я забыл. Привет, какие у тебя там вьетнамские истории? Рассказывай все, что душе угодно. Энергия... У меня телефон сел, поэтому... А еще так можно было, что ли? Хе-хе. Ну извини, Федор. Не в этот раз, дорогой. Не в этот раз. Не в этот раз, дорогой. Итак, день 2. Я прохожу четвертую ночь. Да, я сделал перерыв на целый день. Не удивляйтесь, но да ладно. Бонни. Вот и все. Свет пропал. И сейчас Фредди мне вьетнамские штучки расскажет. Работает? Нет, не работает. Чиркот не работает, ребят. Все. ГГ. Ну все, я проиграл. Фредди сейчас меня... И где же ты? Федор? Ты что, похмелье что ли опять? Фредди? А, вот ты где, сучка, да? Ф*** был все-таки, да? Ф*** был все-таки, да? Ну в пятый час, конечно. Мне не хватило чуть-чуть энергии совсем. Вот я боялся, что Фокси побежит. Из-за этого мне показалось, что он рванет. И я пропущу. Вот. Больше всех я боялся Фокси и Фредди продуть. На Бонни и Чипа как-то насрать вообще. Но Фокси и Бонни... Помним Фокси и Бонни. Фокси и Фредди это вообще задница. Еще я не знаю, как от Фредди от... Забыл, как от Фредди отгораживаться. Как его подловить? В дверях же он не появляется, как остальные. То есть, как и Фокси, он должен как-то подавать сигнал. Вот я знаю, что если он засмеется так типа Ха-ха-ха-ха-ха, то он резко скримануть может. Опять же, нужно как-то ориентироваться то ли по звуку, то ли чего. Я не помню, как это делать, поэтому хз. Но я достойно продержался. Согласитесь же. Я надеюсь, мне хватит памяти, чтобы записать все абсолютно. Потому что у меня мало памяти на жестком диске. И если какой-то фрагмент с победной попыткой не будет записан, то очень грустно будет, потому что столько страданий получается зря в мусорное ведро. Поэтому надо перестраховаться. Давайте сразу перестрахуемся, наверное. Сейчас я чекну, сколько у меня памяти на жестком диске осталось. Ну, на SSD-шнике моем. На всякий случай, глянуть просто. Ой-ой, ребята. Теперь всё, у меня получится. Всё, можно не беспокоиться за то, что у меня не хватит памяти. Вот. Ну чё, пробуем ещё разок пройти эту ночь. Всё, мне не хватит энергии, всё. Фокси, спасибо тебе большое. Ты самый нежный лис. Ой, Фокси, спасибо тебе огромное. Я тебя любил вообще прям и это... Больше, чем остальных аниматроников. Ты всю любовь разрушил, Фокси, ты шмокси недоделанный. Короче, всё, только на фрейд смотрим, и всё. Ах, Фокси, Фокси, я тебя ненавижу просто сильно. Пятый час, мне не хватит энергии. Мне не хватит энергии. Давайте откроем. Я не знаю, мне не хватит энергии. Сейчас Фокси ломанётся. Не, не ломанулся, смотрите. Эх, Фокси, Фокси. Ну вот из-за Фокси всё заруинилось опять. Так красиво тактику разработал. Фредди не двигался, всё. Походу, Фокси не реагирует на то, что это. Именно из-за этого, скорее всего. Вот не знаю, теперь что делать. Да-да, Фредди, Фредди. Блин. И он пошёл, конечно же. Пятый час, блин. Спасибо Фоксиану. Да, Фокси. И Фредди разошёлся. Вот же заразы, а. Разошлись. Всё. О, пожалуйста, нельзя опускать их на 5 минуток. Их нельзя на 5 минуток даже отпустить, ребят. Понимаете, в чём прикол? Вот что будет, если ты их отпустишь хотя бы на 5 минуточек. Смотрите, энергии хватает. Ф***, чем я дверь закрыл. Фокси же нет, это ещё возле бухты. Ф***, е**. Твою налево, пошёл вон отсюда. Сволочь ты это, фор, это, крольчатин. Так, энергии может хватить. Энергии может хватить. Где Фредди? Всё, следим за Фредди. Да ты ш... Что нафиг? Я знал, что у меня хватит энергии. И я решил, что открою дверь. Пофиг на этого Фоксиана, вот так вот. Ну чё, я дошёл до пятой ночи, самой сложной ночи, её я, если и пройду, то буду заканчивать, потому что шестую ночь я не планировал проходить, планировал только пять ночей, вы уж извините, но я не осилю шестую ночь, если пятая ночь это самая жёсткая, то шестая будет ещё сложнее. Давайте попробуем, тактику буду использовать ту же самую, что и в четвёртой, потому что на Фредди, фу блин, на Бонни и Чику вообще насрать, потому что они самые фришные в мире, просто в дверях появляются, ты в двери захлопываешь и всё, а вот с Фокси и Фредди будет погеморройней. Ну вот они разбежались, Фредди и Фокси пока что ещё это, я просто не хочу отводить глаз с Фредди и Фокси, они как бы это, такие аниматроники, за которыми нужно следить почаще, иначе кто-то из них, вот, уже Фредди начинает творить какую-то хрень, то есть за ними нужен глаз да глаз, вот с двумя вот этими опарышами. Ой, всё, мне пи***ть. Чуть-чуть только за это, пропустишь кнопку, всё, ты проиграешь. Этого я больше всего боялся, потому что если ты, допустим, увидишь нематроника и замешкаешься, то всё, ты уже ничего не сделаешь, вот этого я больше всего боялся. А посмотрите, как я всё красиво делал, прям даже не нервничал особо. Но опять же, я этого больше всего боялся, если Чика, допустим, сломает те кнопки, всё, тебе хана. Можно, конечно, просто просидеть, но опять же, вряд ли тебя это спасёт. Потому что либо Фокси, либо кто тебя может поставить раком. Обязательно кто-то из них. Но это больше всего я боялся, потому что если кнопка заклинит, всё, ты облажался официально. И тогда хоть ты кликай, хоть ты не кликай, ты всё равно сосёшь. По любому плану. Ни на секунду их оставлять нельзя, понимаете? Тут нужно через каждые пять секунд проверять планшет, чтобы... Чтобы знать, где они. Чаще всего надо Фокси и Фредди проверять. На пятой ночи. Вот эти аниматроники самые сложные, по сути. А Бонни и Чика они лёгкие, но опять же, если они сломают те кнопки, ты... Всё, ты не жилец. Фёдор, ты... Я понимал, что я красивый, но... Давай ты не будешь так смотреть, мне некомфортно, ты меня смущаешь. Пусть это и по-женски звучит. Вот сучка какая, а, сразу припёрлась ко мне. Но в этот раз она мне кнопку не сломала, значит всё хорошо. Она кнопку не сломала мне, прикиньте? Всё, ушла. О, беспил, успил, успил, успил. Без паники. Stay calm, stay calm. Он свалил. Кто-то топает. Но кто? 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 Энергии хватает. Первый час ночи, уже сейчас будет второй. Во, второй час ночи уже. Чика на кухне. Фредди, эти стоят пока что ещё. Так. Это планшет задолбал. Фокси не высунулся во второй час, прикиньте. Успел. Не сломала. Ушла. Сейчас Бонни будет, сто процентов. Я уверен, что это Бонни. На всякий случай закрою левую дверь, потому что мало... Мало ли. Лучше перед планшетом закрывать двери, наверное. А нет, мне энергии не хватит, может. Чё-то не продумал я этот момент как-то. Может не хватит энергии. Ну тут как бы и так её не хватит. Ага. Вовремя. Может до четвёртого доживём. А там уже как получится. Главное не переживать. И не волноваться. Ушёл. Третий час. Маловато энергии. Опять. Ох ты повезло, как сильно-то мне, а. Ёшкин дрын. Четвёртый час, ребята. Ещё есть шанс. Она ушла. Фокси спит. На четвёртом часу Фредди тоже спит. Всё, спокойно. Главное сейчас не обкакаться. Успел. Так, всё, хорошо. Ты мой хороший. Он мне сломал камеру. Фокси на месте, Фредди на месте. Всё. Ушёл. Держимся, держимся. Всё хорошо. Если энергии не хватит, может повезёт. Фредди Фокси спят. Всё, тихо. Дышим глубже, дышим глубже. Чика на кухне. Повезло, повезло. Пятый час, пятый час. Стоит. Ушёл. Спокойно. Тихо. Повезло, повезло. Пять процентов. Энергии не хватит. Ушёл. Энергии не хватит. Да чтоб тебя, закройся. Да чтоб тебя, закройся. Повезло, даже излишне тратил. Но опять же. Я просто надо было выследить. Фредди, Бонни и Чику выследить надо было просто. Понимаете? если б я не выследил, то они бы меня убили бы. А так, хотя попытались бы. Ну а чё поделать. Но пятая ночь, это уже не то. что мы проходили в прошлый раз. ШТОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО. Чтоаааа! 온, СТОООООООООООЙ, browse. угадутые сжигистрики. Вы сейчас поняли, что произошло? Мне повезло! Одина секунда решила просто всё! Да! Какое же облегчение я сейчас чувствую, как гора с плеч просто! Боже мой, за два дня прошло! О боже! Я не ожидал, что так будет, я серьёзно вам клянусь, я не ожидал, что так будет! Я честное слово не ожидал! Я думал, всё, Фредди нападёт, мне придётся всё по-новому! Я думаю, можно заканчивать! Вот такой получился летсплей! Да, за один день не прошёл, но прошёл за два дня, поэтому... Как-никак, но прошёл! Если мне хватит духа, я пройду второй ФНАФ за один день, поэтому ждите! Всем пока, я пошёл отдыхать и монтировать! Господи боже ты мой!